Ну что, друзья мои, вот центральный пляж Вьетнама, Дананг, с красивым песочком, ну, очень жарко, несмотря на то, что май месяц, очень жарко, кто-то вот ходит в наморниках, ну, видимо, у них свои какие-то предпочтения. Пляж с хорошим песочком, людей очень много и купаются, и просто зеваки, потому что хотят рассмотреть это модное, модное место Дананг, прям вот первая линия, здесь много-много туристов, отдыхающих. Все приезжают сюда специально для купания, загорания, отдыхания. Ну, так как я живу в Болгарии, на берегу Черного моря, мне это не очень интересно. Я приехал посмотреть сам Вьетнам, приехал посмотреть Дананг, как здесь живут люди, что с ценами, ну, вообще, как принимают нас широкоглазых. На самом деле, все прекрасно, принимают замечательно, ну, помимо того, что улыбаются, всегда хотят чем-то помочь, что-то подсказывают на своем языке. Ну, в общем, все прекрасно, все замечательно, мне очень понравился Вьетнам. Идут дальше, вдоль берега, очень много, естественно, кроме гостиниц, очень много вот этих вот морских ресторанов, причем у них принято, что рыба вся живая. Можно подойти, выбрать любую, и тебе ее приготовят и принесут. Весьма доброжелательный народ, в общем-то, нас помнят еще по Советскому Союзу, у них здесь все так же, ну, почти так же осталось, красные флаги со звездами, в общем-то, красота, да и только. Вот, прохожу мимо очередного ресторана, всегда очень интересно посмотреть, какую рыбу ловят, какую рыбу предлагают на съедение. Огромное количество у них вот этих вот мопедов или мокиков, как их правильно назвать, не знаю, но они как пчелы прямо на этих мокиках. Их, вот, не знаю, миллионы, наверное, на один автомобиль приходится, наверное, ну, штук 300 этих мокиков, я имею в виду на дороге, там, где проезжают, где общественный транспорт, так скажем. Что хочу сказать, никто не ходит здесь пешком, ну, из местных вьетнамцев я не видел желающих ходить пешком, а пешком ходят только туристы. Все вьетнамцы рассекают на своих мопедиках, мокиках, хочу сказать, что в основном бензиновые, электрических практически я не видел, в основном бензиновые. Перед ресторанами, кафешками всегда везде стоят девочки, ладошки складывают, клоняются, улыбаются, ну, так скажем, приглашают в свой ресторан. Много строятся, в общем, живут прекрасно, да, вот тут вот много вьетнамских салонов с массажем, массаж мне очень понравился, помимо тела, шеи, головы, больше всего мне понравился массаж ног. Ну, это отдельная история, я когда-нибудь расскажу вам, но массаж ног это вообще бомбическая штука, это что-то такое невероятное, ну, на мое ощущение. Вот очередной ресторан, решил зайти, посмотреть, что тут за зверушки плавают. Много разных интересных рыб, ну, здесь кальмары, и здесь же, вот видите, прям как космические аппараты, вот тут плавают, вот эти вот штуки. Ну, видимо, их едят, никогда не думал, это каракатица, никогда не думал, что каракатица едят. Ну, это очень красивое морское животное, как его назвать, оно прям как космический корабль изменяет цвет, ну, тут, наверное, не очень хорошо видно, прям по краям, как лампочки, огонечки мерцают, вот это пытаюсь пальцем показать, вот-вот-вот-вот, но все равно не очень хорошо. Но, смотрите, сколько стоит аквариумов, сколько десятков аквариумов стоит, вот этот кафе, либо ресторан. Вот можешь подойти и, в общем-то, все, что тебе понравится, прихватить, попросить тебе пожарить, сварить, что тут они с ними делают. Ценник, ну, ценник, как в любом ресторане, недешево, ну, и не космическая цена. Я думаю, что многие туристы могут себе позволить прийти, что-то заказать, какую-то вкусную еду, и вам здесь все это дело варят. Вот, ну, много-много всего интересного, здесь очень много интересных всяких морских обитателей, причем они все живые, все живые, и рыбы, и вот эти вот, все вот эти вот штуки, которые тут вот плавают, они все живые, всех можно попробовать. Ну, я пока еще не решился, но обязательно попробую, посмотрю, что здесь, что еще можно купить, съесть, попробовать. Вот тут вот всякие большие раки, в общем, много-много разных разностей, помимо вот тут какие-то ракушки. Я не знаю, что это, но, наверное, их едят, ракушки, гребешки, в общем, чего здесь только нет. Все это, я думаю, едят с большим удовольствием, если буду пробовать, сниму видео. Вот какие-то большие рыбы, не знаю, что за рыбы, какие-то местные, так что все можно взять, можно попробовать. Вот опять вернулся к каракатицам, настолько красивые, конечно, я бы их не стал, прям какие-то космические корабли. Здесь много есть того, чего я не то что не пробовал, но и не видел. Всякие разные морские обитатели, причем живые, я думаю, что все это из местного моря, это все непривозное. Они здесь все это ловят, вот, наверное, как наши рапаны, наверное, я так думаю. Вот, но пока посетителей мало, я пришел утром, и, наверное, я тут один, один или вот тут еще парень с девчонкой стоит, зеваки, смотрят на вот этих вот зверушек, но рестораны уже работают, вот тут тоже какие-то морские кирпичи лежат. Я думаю, что это тоже все едят, это все поедают, это все в лучшем виде приготовляется, и, соответственно, предлагается в местных кафе, ресторанах, ну, вот, наверное, камбала это, я так думаю, лежит тоже живая, вот какие-то здоровенные, какие-то, не знаю кто, ну, в общем, если что подскажете, кто такие, ну, вот такой вот красивый, я думаю, вот кальмарчик какой-то цитилизованный наверху. Я думаю, что этот ресторан можно, можно зайти, попросить, приготовить, попробовать. Вот барышня стоит, всех зазывает, вот привет-привет. Так что, вот в таком плане, вот вам Дананг. Вот.